АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас пьеса «Бесприданница» Островской. Я представлю всех ребят, как действующих лиц сегодняшнего выпуска. Потому что это пьеса. Потому что это пьеса. Андрей Шумилов. Очень молодой, но лысый человек. Одет небогато, но не синтетика. Привет всем. Здорово, Андрюха. Дмитрий Коваль. По костюму европеец. Вдова. Евгений Сидоров. Кудрявый повеса. Содержатель карты тройки. АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Квашонкин. Блестящий барин. Отец, брат, сын. Тоже во что-то одет. Как совпало. И Ирина Приходько. Девица, прелестница, бесприданница, прибухивательница. АПЛОДИСМЕНТЫ У тебя вообще никакого приданного? У меня раньше был телескоп и код, но я переехала из Минска в Москву и оставила все приданное. А у вас какое приданное, ребята? А нам как будто бы не надо, как будто бы, я вообще об этом много размышлял по ходу книги, как будто бы с мужчинами и так с удовольствием живут. Не, ну это очень странно. Они льстят. Ну ты представляешь вообще какое отношение к женщинам было на протяжении всего этого времени? То есть вот прям сотни лет все такие, в жены? А че есть? А че у нее там? Да, каждый раз, каждый раз за ней мысли. А потом вы удивляетесь, откуда феминизм? Не, вообще то время же было очень тяжелое. Прикиньте, это было время, где Тиндером являлась мать. Это очень тяжелое время. Да, мать, которая свайпает все. Вправо. Деньги есть? Вправо. 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 Сейчас женщины сами такие, деньги есть? Вправо. Вправо. Ну не все такие, Дим. Смотрите, я хочу вначале сказать, я Островский Александр Николаевич. Потрясающий автор, безусловно. Но, чтобы не было много хейта, у меня нет претензий к этому автору никакого. Абсолютно. Очень классная пьеса, легко читается. Классная экранизация Эльдара Рязанова. Но каждого из этих персонажей я в рот ебал. Это тупые куски говна. Каждый из них, который у меня вызывает ноль эмпатии на протяжении всей книги, мне не понравился ни один персонаж. Может, Робинзон. Нет, там все плохие в этой пьесе. Кроме цыган. Да, да, да. Мне понравились цыгане. Они максимально... Кто бы мог подумать, да? Они ничего не украли за всю пьесу. Не гадали никому. Денег не требовали. Да, кайфовали от жизни. Кайфовали, пели, танцевали. А я со всеми персонажами себя отождествлял на разных... Ну, со многими отождествлял. Да, как плохие качества. Как тебе поцелуи с карандашом? Нет, вот Вожеватов. То есть, как его описывают? Молчит. Чудак, ты... Как же ты хочешь, чтобы он разговаривал, коли у него миллионы? С кем ему разговаривать? То есть, я хочу, чтобы люди меня так же воспринимали, что вот... Женек молчит, а с кем ему поговорить? Что-то за ним у него есть. Или вот Ларису описывают, и мне тоже кажется, ну, это Женек тоже. Разве вы не видите, что эта женщина создана для роскоши? Бля, Женек тут, да, я тоже отождествлял себя. Дорогой бриллиант, дорогой оправы требует и хорошего ювелира. Нет, это... Нельзя так про женщину. Я бы хотела тоже, чтобы моим пением так восхищались, чтобы говорили, ир, спой, чтобы в караоке все прям... А там наоборот всегда. Слушайте, а кто-нибудь посмотрел экранизацию? Беспреданница? Да, жестокий романс. Я отрывками посмотрела, да. Я начало смотрел, сорок пять минут. Если честно, я не ожидала, что там есть прям момент, когда ее чпехает... Можно говорить, чпехает? А как? Давайте на этот... Чпехает, может, может, трахает, может, занимается сексом. А ты хочешь перейти немного, да, на этот язык, погрузиться в литературу? Не ожидала, что будет эта сцена, потому что тут я, когда читала, я не визуализировала момент их близости. Бякнул, скажи... Ой, извините. Бякнул? Бякнул. Вот так можно произносить слово. Бякнул? Нужно сильнее в рот засовывать, чтобы... Ты думаешь, так говорили они? Я перестал понимать, как... Сударыня! Не против я вас бякнул? Извольте, Гориля. Просто извольте. Извольте, голубушка. Экранизация прекрасная. Это современное что-то? Нет, это Рязанов, по-моему, 84-го года. 2020-го года. И там Гузеева играет Ларису, Гузеевой там 24 года. Я не знаю, что делать, я влюбился в Гузееву, который играет 24 года. Что делать? А сейчас она уже пидорас, пидорасина. Что мне делать? Прикольно то, что жизнь, возможно, там из экранизации она прям по книге как будто. Вот она... В книге Лариса. В фильме... Лариса. В книге? Лариса. И несчастлива с мужчинами. Абсолютно, абсолютно. Так давайте, может быть, для начала пройдемся по сюжету вкратце. Пойдемте, пойдемте. Ну, давайте, вкратце. Все происходит на берегу Волги. Ну да, там в начале, что это в городе Бряхимове. Давайте так, это 1870 и 1874 год. Это вот это время. Что ты знаешь про это время? Знаю продолжительность жизни. Я готовился, Лех, пошел ты нахуй. Тогда средняя продолжительность жизни была у людей 19 лет, что немаловажно. И потом уже люди могли... 19 лет средняя? Да, потому что люди очень часто умирали до 10 лет, и потом тоже у них была большая... Ну, они могли умереть... В любой момент. Да, в любой момент до 19 лет, а потом уже, видимо, иммунитет становился крепким. И вообще было огромное количество детей у всех, и просто была очень высокая в целом детская смертность. Да, безусловно. И они как раз пытались просто продолжить рот как можно быстрее найти себе партию. Ну и короче, да, все это происходит в городе, и в самом начале они... В кафе. Да, беседуют в кафе. На набережной. В кафе беседуют о... О чем? Два абсолютно неприятных человека, Ивана Гаврила. Да, беседуют о жизни, и сразу же начинают обсуждать почему-то Ларису. Потому что она самая красивая женщина в этом городе. Единственная. Единственная. Ну, из красивых, скорее всего, да. И вокруг нее очень много вот этого всего. С кем? А что она? А куда она? И вот им нравится это. Потому что все они страшные и не могут терпеть красоту, как мне кажется. И они обсуждают то, что ей мать нашла... Карандашева. Карандашева, да. Что это... Они обсуждают там Карандашева очень активно вдвоем. Он еще полкниги был Карандашевым. У меня всю книгу, пока я сейчас вообще не услышал от Иры. Он выбыл Карандашев дальше. Это немного передает ей немножко такого детского эссеровского оттенка. Вы куда? Карандашев. А он работает этим, учителем по черчению. Да, да. Ну, нет, ну в книге он какой-то чиновник, по-моему, насколько я знаю. Итак, расклад такой. При обычных обстоятельствах я бы уже поджарил тебя, как цыпленка. Но я решил исправиться. Я не причину тебе вреда. Я хочу помочь. Я не отдам тебе этот чемодан, потому что он не мой. А также я слишком много пережил, чтобы отдать его какому-то дебилу. Теперь залезь в мешок и достань мой кошелек. А какой он? На нем написано «Bad Motherfucker». Чего ты ждешь? Я не знаю английского. Что ж, ты оказался в ситуации, когда английский язык тебе нужен очень срочно. Не так ли? Очень. Я помогу тебе. Открой ноутбук. Онлайн-школа английского языка Skyeng поможет изучить язык максимально быстро. Разнообразие форматов, таких как часовые уроки с преподавателем, тематические курсы, например, курс для айтишников или для собеседований, так и разговорные клубы. Интенсивность занятий можешь выбирать сам. Заниматься можно хоть каждый день. Skyeng построит для тебя индивидуальный образовательный трек. А ты сможешь заниматься онлайн в любом месте и в любое время. Несмотря на тот стресс, который я сейчас испытываю, находясь в такой опасной ситуации, как сейчас, я благодарен твоей рекомендации, потому что я считаю, что английский знать важно и полезно. Но что, если бы перед тобой сидел не я, а какой-нибудь семейный человек? Чувак, тогда я бы добавил, что онлайн-уроки для детей и подростков в SkySmart помогут не только в комфортном изучении английского языка, но и с другими предметами школьной программы, а также с дошкольной и довузовской подготовкой. И все это также удобно настраивается индивидуально? О да. Но ситуация, в которой я сейчас нахожусь, можно назвать слегка неспокойной. Я тебя успокою. Я тебя реально успокою. Все курсы и программы не только в силе, но и по прежним ценам на уроки. А до конца марта ты можешь получить скидку до 50%. Приобрести уроки по сниженной цене можно и в SkyEnd, и в SkySmart. Переходить по ссылке в описании? Переходи. Забирайте знания. Вместе с кошельками и кассой это приличный клюш. Иди. Вот, например, Вожеватов описывает Карандышева. Как он его описывает? Говорит он. Ну, приходят богатенькие мужики в этот дом. А он так просто жалостно сидит. Не говорит никто с ним, не смотрит на него никто. А он в углу, сидя разной роли, разыгрывает дикие взгляды, бросает отчаянно, прикидывается. Раз застрелиться хотел, да не вышло ничего. Только насмешил всех. Он же застрелиться хотел до этого Карандышева. И топор даже брал, бросал в людей. Была тяга к оружию. Да, уже, уже первые предпосылки есть. Карандышев вообще маньяк, мне кажется. Не, но он же пил. Карандышев? Они все пили. Ну, в целом, да, это русская литература. Там как будто бы все, все пьют. Слушайте, а это вот можно, вот все это общество, которое вот здесь описано в этой книге, можно ли его назвать и считать интеллигенцией того времени? Слушай, ну это вот как раз те люди, которые женятся с приданным, ездят в каретах и смотрят, на ком бы им жениться, и кто остался в городе. Ну да, я так понимаю, тут у чуваков-то такие темы. Вот они в начале же, они обсуждают, он говорит, пароход хочу купить. Не, мне кажется, интеллигенция – это учителя. Я в стереопипл каждые выходные слышу вот эту фразу. Пароход собралось купить. Что? Интеллигенция – это учителя. Я думаю, это коммерсы. Да, думаю. Просто ты говоришь еще, Леш, про то, что там выбирают, на ком жениться, кого замуж взять и так далее. А я говорил, я подготовился, и оказывается, в то время вообще не были в моде, и это было мавитоном «Браки по любви». Это было типа «Кому?» Вы умрете через две недели, блядь, потому что у вас нет денег на антибиотики, которые откроют через 50 лет. Так про эти все эти книги, про то, что это реально было не модно, но все равно все всегда, и женщины, и романтики всегда были, которые такие, а мне все равно, что говорят родители, это любовь. Вот она, например, она ведь стала совсем бесперспективной невестой, и после того, как год тусовалась с чуваком, а так за него не вышло. Как его там звали? Баратов же... Кинул ее. Кинул ее и по съебам дал. Да, но по большому... И после того, как она в кучу... Ой, давайте поскорее дойдем до момента, когда появляются уже главные... Тут типа экспозиция идет абсолютно нахуй не нужно двух персонажей, честно говоря, абсолютно. Ну, короче, сидят, говорят, что-то, короче, общаются. Обсуждают Ларису. Да, обсуждают. Обсуждают Ларисину личную жизнь, и замечают, что приближается по Волге транспортное средство водное. И они спорят на тему, кто же это приехал. А там приехал как раз-таки Паратов, которого год не было. С того момента, как он кинул Ларису. Там есть прикольный момент, когда Карандышев и Лариса разговаривают, и Лариса говорит о своих чувствах Карандышева. Она говорит ему, что я хочу полюбить вас, меня манит скромная жизнь. Она мне кажется каким-то раем. Ну, врет по любасу, мне кажется. Ну, она, давайте так, чтобы Лариса уж совсем не выглядела пиздой, она очень молодая юната. То есть то, что девушкам присутствует. Ну, по тем временам, она уже... Она уже мертва должна быть пять лет, как я понимаю. Я понимаю. Но так как она выжила, ей хочется любви и так далее, а ее вот выдают за Карандышева, и она хочет, чтобы... Ну, она надеется его прожить. А сколько ей? Сколько ей? Слушай, она молода, но я так полагаю... Двадцать четыре. Двадцать четыре. Это Гузеева там был. Двадцать четыре. Я думаю, около двадцати. Двадцати, да. Но она там еще девственница. Да, да, там прикольно еще, когда Карандышев с Ларисой разговаривает, Карандышев уже тогда проявляет некую ревность к Ларисе. И там есть прикольный диалог, он узнает про Паратова, Карандышев. И он говорит, типа, чем я хуже Паратова? И ему Лариса говорит, типа, это идеал мужчины. И он такой, а что еще? Он говорит, он смелый. Я ждал, что в какой-то момент он спросит, а что еще? Он такая, ну, у него член больше. Что еще? Ну, он не храпит, как ты. И Карандышев начинает там, а он может вот так вот сделать, как я, например, отжаться, например, два раза вот так вот прям сильно? Я прям ждал такого от Карандышева. И что же творилось у него внутри, когда этот человек приехал? Слушай, вообще, Андрей, ты прав. Паратов мог вообще любую хуйню исполнять. Да. Он мог пойти и сказать, пойдем подтягиваться, кто больше. Он, ну, он... Короче, Паратов, нарцисс жесткий, который просто все время, каждую секунду в этом произведении выебывается, не переставая. А Карандышев, это вот чувак с подбитым эго, которому, слава богу, судьба послала бабок, он может взять гузею себе в жены и этим закрыть. Ну, типа, Паратов, это, знаешь, как чувак крутой в колледже, главный по бейсбольной команде, а этот Карандышев, это такой лошара, который в очках ходит. Тоби Магуай. Да, в туалет его постоянно заталкивают, этого Карандыша. А Лариса черлидерша. Да, да, да. Капитан команды. А Харита Агудалова, это тренер. Ну, короче, давайте попробуем чуть-чуть расставить акценты, чтобы чуть-чуть люди могли понять, что происходит. Это вообще огромный дом 2, это такая большущая Санта-Барбара. Которая случилась в один день. Это все действие одного дня с утра до вечера. А если утро начинается с того, что два мужика сидят, выпивают из чайных приборов и обсуждают о том, что есть одна... Красивая девушка. Да, да, очень такая девчонка. Вообще самая красивая. И женится она черт знает на ком. И вообще-то он ей, конечно, не пара. В отличие... Но, но у нее такое случилось. Ее сначала год она с кем-то встречалась, потом ее бросили, потом к ней сватался какой-то старик с подагрой, устроил скандал, там совсем перессорился, и она в сердцах сказала, я вообще выйду замуж за первого встречного. И этот чувак, который все время у них дома тусовался, он такой, о, за первого встречного? И план прям девятилетнего человека у них был. Ну и он, собственно, делает ей предложение, и она соглашается. А эти чуваки сидят на Волге, и тот, который хотел купить теплоход, он вообще недоволен, потому что он сам бы тоже... Ларису бы забрал. Да, да, да. Но он секун. Вот эти два... Он тоже будет жениться на Ларисе. Здесь вообще, чтобы ближе молодежи было, как будто бы жениться, надо поменять на выебать, и быстро все становится на свои места, кто чем занимается, кто с кем, чем хотел. По сути, все хотели выебать Ларису. Короче, Лариса Краш, Паратов Токсик, Карандышев Кринж. Это, ну, на самом деле, реально, я попал... И пьеса называется Абьюз. Вот. Да, кстати, там был прикольный момент, был такой персонаж, как Робинзон. Ну, он этот, как извозчик, ведь? Да, он актер какой-то, которого куда-то вывезли на необитаемый остров, и потом его забрал Паратов, и это просто его игрушка. Ну, в общем, да, 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 он, я так понял, просто на всем зарабатывает, потому что тогда еще можно было заработать на извозе. Да нет, а, ну да, да. Ну, да, да, тогда ведь не было замечательного приложения для покупки невероятно дешевых билетов. Абсолютно. Это все времена. Что ты так скажешь? Лёх, Лёх. Дим, не надо меня перебивать, даже если у тебя есть бизнес, поверь мне. Там есть что-то, да? Да, да, у меня есть бизнес. Только дешевле дешевле. Не, вообще, конечно, а вы верите в гороскопы, нет? Я могу по гороскопам всех разложить, сто процентов. Ну-ка, погнали. Смотри, Лариса Дмитриевна, Лариса Дмитриевна, это Овен по-любому, потому что молодая девочка, Овны все любят играть, бегать, просто веселиться. Карандышев, типичный скорпион, типичный, потому что в конце он ее, ну, вы знаете, что в конце произошло. Кнуров и Вожеватов, два богатых человека, Козирог и Лев, скорее всего. Вожеватов, Козирог, Кнуров, Лев. Харита, мать Агудалова, сейчас я вспомню. Я гадалка просто, повторю профессию. Блин, Андрюх, вот это, конечно, время потратил. Я готовился, я ходил специально к бабке, чтобы мне карты так раскинуло, это все. У меня бывший скорпион. Да? И че он? Ну, он думал, что весело будет все время. Я, кстати, в этой Ларисе чуть-чуть увидела себя. Все такие, типа, она поет, она веселится, а она же раненая. Тогда Лариса Телец. А вот. Ну, блин, ты имеешь в виду Паратовым? Да, да, нет, всеми, вообще всеми, она там раненая. Ну, да. Бля, нам нужно подходить. Короче, вначале... Нет, нет, давайте послушай, Коваль, если кто-то чувствует эту девичью боль. Я чувствую. Ну, ее, ну, слушай, Паратов, нам нужно просто концовке подходить, там очень много есть вещей. Ну, давайте вот эти вот мелочи. Я зачем начал сначала переговаривать, чтобы установить связь, потому что мы забыли, что этот, который сидит там, он тоже хочет с ней встречаться. Там все хотят ее овладеть. Почти, почти. Да, и, короче, здесь в этом, вот здесь происходит самая интересная часть книги в первом действии в этой пьесе. Это самое интересное. Сидит, значит, купцы, они сидят, обсуждают, к ним приходит по итогу Лариса, приходит... Сначала приходит Карандышев. Карандышев сначала приходит, они над ним подтрунивают что-то немножко. Ну, да, там такая прикольная сцена, когда они стараются всячески выделить, насколько он вообще не их общество, а он всячески пытается подчеркивать, насколько он вообще-то в их общество. Типа, ну, че, пёс? Сам ты пёс. Во! Че я пёс? Я пёс. Че ты гавкаешь мне тут? Лариса, люблю тебя. Начинается мне тут вообще. И он их зовёт на званный обед, где они будут праздновать то, что Лариса теперь его соска-нереалка и вот это вообще всё. Да, у Ларисы день рождения, там же день рождения у неё, он зовёт на всех на обед, чтобы повипендриваться перед ними, его же цель повипендриваться перед ними. Он же прикольно говорит, я хочу им всем отомстить, как он хочет им отомстить. Он говорит, они меня унижают, они меня оскорбляют, я им отомщу, я на этом вечере скажу тост, это его месть, прикиньте, тост. К званому ужину? Пойдёмте. Да. Карандышев приглашает всех на званный ужин, все, кто-то нехотя, но соглашаются, заведомо зная, что там фигня будет по меню. Потому что да и Карандышев лох. Да, да и Карандышев лох. И на званом ужине, он на званный ужин, Карандышев ещё зовёт этого, Паратова, господина Сергея Сергеевича, который приехал, но он на самом деле обручён с другой девушкой. А он про это говорит матери. Да, он про это говорит матери. Он Ларисе не говорит про это. Он Ларисе сразу не говорит, он её обманывает сразу, Ларисе. Вот какой человек. Типичное поведение близнецов. Сразу говорю, Паратов это близнецы, вот двуличность такая вот. Нет? Он же скорпионом был. Нет, Карандышев скорпионом. А, я понял. Паратов близнецов. И у Паратова, между прочим, там прикольный метод, у Паратова есть девушка. И он же, почему на ней женится, потому что она очень богатая девушка, и девушку дают полмиллиона. То есть, прикиньте, насколько там страшная была баба, возможно. Извините, пожалуйста. Ой, простите, господи, женщины. Вот. Что? Родители девушку дали полмиллиона, ты прикинь? А ты думаешь, там реально так накидывали в преданное? Я думаю, вообще просто, типа. Просто смотрят на дочь свою, ну, 300 тысяч минимум. Какое-то время, где не было ни маникюров, ни педикюров, ничего там, чисто. Ну, по такой логике, беспреданница считается пиздатая баба. Поч. Ну, по-хорошему, да, но я так понимаю, что здесь смысл был не в том, насколько ты красивая, а на сколько... Должно быть соотношение твоей страшноты и денег, какой-то такой, ну, баланс между... Понимаешь, тут еще твой чин и чин того, как ты женишься, я так понимаю. Ну, если ты сейчас, если тебя сейчас возьмут замуж и за счет этого собираются всю свою семью тянуть, тогда можно в целом... Это плохая идея. На Ире далеко не уедешь, а? Да, не, Карандышев там пизда стран... Ой, Карандышев вообще, бля, ему бой нахуй тот еще вообще, только... Тебе очень убедительно звучит. Я разбираюсь в этом, гавниках. Он какой-то даже небо, он какой-то кукол, куколд... Эмо, куколд эмо. Он еще и... Бля, он вообще, вот он должен был застрелить вообще всех, блядь, в конце, как будто бы. Он три года... В конце, потому что... Не с этим разбираться! Он три года, по-моему, правильно? Три года, пизда, страдал по Ларисе и ничего для этого не предпринимал. Потом такой... А тогда женщин можно было купить, блядь, как брелок. Ну, идеи просто... Это не я говорю. Это Островский говорит. Это Островский так мне донес. Окей? Важная ремарка, что Карандашев на самом деле ее-то не любит. Его главная цель, статус свой, поддерживать. среди этих людей. У него очень задетое самолюбие. Он вообще эгоист максимальнейший. Давайте, посмотрите, есть тут небольшое описание Ларисы, точнее, что Лариса хочет вообще от своей жизни. Да. Вот, Лариса в какой-то момент говорит, такая говорит, я ослепла, я все чувства потеряла до Ирада, давно уж точно во сне все вижу, все кругом у меня происходит. И она говорит, нет, хочу вырваться отсюда, я стану приставать к Юлию Капитоновичу, нашу, зовет Карандышева в деревню и говорит, скоро лето пройдет, а я хочу гулять по лесам, собирать ягоды и грибы. Ты так хочешь тоже в своей жизни, да? Я люблю грибы, подосиновики знаю. Получается, Лариса лесник. Не, 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 просто тогда, тогда, понимаешь, тогда был статус, ну, тогда, если у человека есть в деревне дом, значит, он вообще ебачу за тип, и только поэтому. То есть, то, что он ее увезет в деревню, это, знаешь, как было, типа, сейчас на Мальдивах, блин. Но тогда деревня, ну, тупые, блядь. И грибы тоже разные бывают. Какие, например? Ну, такие какие-то, эдакие. И что это он думал, что с тобой скучно будет вообще? Хм, не знаю. Да, она в деревню хочет, потому что она устала от того, что ее... Мне нужно время обдумать. Женек, мы шоу снимаем? Я не понял, вы на каком моменте остановились? Я говорил, что Ларису... Я вообще с собой взрослый вопрос. Лариса хочет в деревню не чтобы, но и потому, что это Майами, а потому, что она устала от того, что здесь ее мать продает все время. И мать ей говорит, там, сентябрь настанет, не очень тихо будет, ветер загудит в окна. И она говорит, ну, что ж такое? Волки заводят на разные голоса. То есть, в целом, из-за болоти называется эта деревня. Никому не нравится там. Там был действительно вот этот момент супер, когда, если бы это была часть мультика или часть фильма, это было бы очень ярко показано. Про то, как она там у себя дома, вся в слезах, и мать ей постоянно. А теперь иди вот с этим поговори, а вот с этим поговори. Она такая, мам, он старый. И она такая, заткнись. Заткнись и желей с ним. Лех, так и здесь, в книге и в экранизации, Ларисе похую вообще. Она такая, как мать сказала, у нее же еще, у матери, что за мать вообще, блядь, у нее? У нее же дочь, еще одна есть, которую она отдала за кавказского какого-то джигита. Это Островский, если что. Это не я. И он ее ебнул. Возможно. Нет, что возможно, там есть это, Женя. Есть эта информация вначале. Он может даже не довез ее по слухам. То есть, может он и довез ее, и может все хорошо у них. Так может быть. Я понимаю тебя. Я полностью согласен, Женек. Одну дочь ебнули, вторую мы не знаем. Не факт, что ее ебнули. А третью мы уже точно знаем, что в конце ебнули. Так может быть, это мать. Кто мать? Задумала изначально. Ебнуть дочерей? Да. Очень сложная схема. Блин, вообще прикольно, конечно. Тогда вообще по-другому можно эту пьесу смотреть. Вообще вся книга, да, беспредельница про ебанутую мать. Которая денег хотела. Ну, по сути, мать... Которая денег хотела потратить. Она вымучила какие-то схемы, чтобы ей давали денег на подарки и приносили всякие штучки. Я понял, мать-дева. Сто процентов. Все сходится. Мать-женщина. Смотрите, давайте чуть-чуть дальше тогда пойдем. Они ссорятся после того, как они все собираются на этом ужине. Правильно? Мы же на этом закончили. На каком ужине? На званном. В честь Ларисы, который собрал карандаши. Да. И как его? Кнуров и Выжеватов, они подстрекают Паратова. Айди, Ларис, что она тут оставаться с этим лохом будет? Они еще напевают карандашева. Они набухивают его, чтобы он вел себя как дурак. Да, да, да. Они реально издеваются, набухивают карандаш. Он начинает ей истерики устраивать. Он, да. Он начинает ей, как ты разговаривала с Выжеватовым? Почему у нас у всех такие странные фамилии? Он говорит, что она с Выжеватовым разговаривала как шлюха. И вообще у них не дома, а цыганский табор, в котором кто угодно ходит. Еще у нее разговор с Паратовым происходит, где он ей такой, а что ты меня не дождалась? Меня год всего не было, и я ничего не писал, съебался без слов. И ты себе кого-то нашла за год, шлюха, могла бы и подождать. Бля, Лариса, бедолага, пиздец просто. Просто все доебались. Он сказал ей, эти короткие, нежные взгляды, этот сладкий, любовный шепот, когда каждое слово чередуется с глубоким вздохом. Эти клятвы, и все это через месяц вторяется другому, как выученный урок. О, женщины! Что, женщины? Ничтожество вам имя! Все, на этом надо было заканчивать книгу. А как вы смеете так обижать меня? Я не буду все читать. Да не, прочитай, Леха, там пиздец. А как вы смеете так обижать меня? Не-не, но чувак в себе, он прям очень уверенный. Он ебался, его год не был, и такой, что женишься, шлюха. А, не, не то, что женишься, замуж выходишь, шлюха. Ну, ебать, да. Не, ну, Паратов конкретный сексист, потому что он же говорит, что не могут мужчину назвать бабой, потому что если мужчина заплачет, так его бабой назовут. Это кличка для мужчины хуже всего, что только может изобрести ум человеческий. Это Паратов говорит, Сергей Сергеевич, он максимально убивает ее. Ну, потому что Паратов, он классического воспитания, он не любит этих трансформеров. А вы рассказали эту историю, как она считает его, почему она считает его смелым и очень крутым? Нет, нет, ты же тут тоже был, блядь, о чем ты спрашиваешь, рассказали мы или нет. Что она, Кардашев, Карандышев, Кардашьян, Кардашьян, реально. Карандышев говорит, чем он лучше меня, он говорит, он очень смелый, он говорит, в чем же, она рассказывает историю, как Паратов как-то, кто заехал к ним в гости, какой-то мужик? Да, допустим. Паратов в споре с каким-то мужиком говорит, ты самый меткий стрелок здесь, давай покажи себя, и ставит себе на голову мишень, парад, ну я не смогу, я не смогу. Он ставит себе стакан на цилиндр, тот выстреливает, потом Лариса берет часы. Он говорит, легко было выстрелить в меня, тебе плевать на меня, но ты и тот и так дрогнул, смотри теперь на меня, я своей любимой даю часы. Часы, вот эти вот, которые на цепочке. Ну а на самом деле, ну я все... Давай, нет, Жененка, ты заебал, давай, рассказывай. Ты что? Бля, прикиньте, с Женком трахаться, как тяжело. Поехали, ладно, давай, пока. Да хорош, ну уже почти, все, давай, чуть закончим. Да нет, все, давай, я пойду. Блин, ну останься, у меня все-таки день рождения, но в конце концов. Да мы не друзья с тобой. Этот мужик, не просто мужик, это был муж сестры Ларисы, один из мужей, который... Да, он крутой. Живет. Ну вообще, это такая странная, на самом деле, смелость, он выстрелил в другого человека в стакан пол в часа, если бы не остреляли, это было бы уже, на самом деле, была бы смелость. это показывает, какой Паратов хуй. Ну, он же пьяный, вот в этой истории он бухой. Ну, блядь, давай так, трезвый ты не пойдешь стрелять человеку в голову, это точно. Ну, во-первых, Паратов не тупой, потому что себе он поставил стакан на котелок. Это еще вот такой, нахуй, запас. Не, брат, там цилиндр, там цилиндр. Цилиндр. Но все равно, слушай, это не такой запас, слушаешь, это где-то вот столько приблизительно. А во-вторых, я так понимаю, что ничего не изменилось, девочкам всегда и нравились такие чуваки. Метки? Ну да, если у тебя 15 детей, метки нравятся. Это уже чисто взрослым женщинам в постели, которые сами ведут хозяйство. Не, я думаю, Леха имел в виду ебанатов. Да, девчонки любят, такой, вы видели, он убил его, он убил его, я не могу. Отсиди-то я его. Да, так и есть. Жду ли? Вконтакте я захожу. Это пьеса о том, что нельзя доверять выбор партнера девушке. И матери выбор партнера тоже нельзя доверять, она тоже девушка. Так, так, кому же? Должен быть отец. Кстати, но они же все на самом деле, вот если так брать, они все же, да, влюблены в Ларису, они все плохие. Все, что? Все плохие. И Вожеватов, и Карандышев, и Паратов. Карандышев, он как человек где плохой, он не уверен в себе. Ларисе нравится, почему Ларисе нравится? Он маниакальный маньяк. Да, про него на Нетфликсе могли документалку снять спокойно. Какое, красноречивое, красноречие. А я считаю, что Карандышев не влюблен в нее. Нет, он не влюблен, он, Карандышев, он компенсирует свои какие-то душевные недостатки ее наличия. Какие? Ну, он мог. Он не любит себя просто. Карандышев просто себя не любит, вот и все. И он хочет, чтобы его, и он думает, есть самая красивая девушка в мире, полюбит его, его тоже все остальные полюбят. Я просто знаю, потому что я был на роли Карандышева в свое время. Вот, я читаю такой. И где это Лариса? Нормально живет, все хорошо с ней. По весне нашли. Да. Слышали про пушкинского мани? Ладно. Давайте дальше пойдем, там просто вперед забегаем. Короче, званый ужин, Карандышева набухивают, над ним стебутся, ему Паратов говорит, отвлеките Карандышева, он долбоеб, а Ларису мы отвезем на теплоход, и я буду ее трахать. Вот такой, блядь, Паратов человек. На Волгу, да. Ее, да, увозят на теплоход, Карандышев выходит, его послали за шампанским, чтобы он сказал свой тост, с которым бы он отомстил, и он всем рассказывал, он говорит, а меня выбрало, блядь, не вас всех пидорасов, и мы такие, давай иди, блядь, за шампанским, дурак. Он приходит с шампанским, никого нет, там с, мать, правильно, мать, и Иван, слуга, значит, говорит, съебались все туда, и он такой, как вы так могли, и там очень крутая цитата, может, какая-нибудь выписана она? Ну вот, да, это смешной, смешной человек, я знаю сам, что я смешной человек, да разве людей казнят за то, что они смешны, я смешон, но не смейся надо мной, смейся в глаза, приходите ко мне обедать, пейте мое вино и ругайтесь, смейтесь надо мной, я того стою, разломать грудь у смешного человека, вырвать сердце, бросить под ноги, растоптать его, ох, ох, как мне жить, как мне жить, это не она? Да полно ты, перестань, не о чем сокрушаться-то. И ведь это не разбойники, а почетные люди, это все приятели Хариты Игнатьевны. Я ничего не знаю. Вы поменялись ролями в какой-то момент? Не, 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 все так. Да нет, нет, у вас одна шайка, вы все заодно, но знаете, Харита Игнатьевна, что самого кроткого человека можно довести до бешенства. Не все преступники злодеи, и смирный человек решится на преступлении, когда ему другого выхода нет. Если мне на белом свете остается только или повеситься, от стыда и отчаяния, или мстить, так я уж буду мстить. Ну, тост, видимо, говорить, правильно? Для меня нет теперь ни страха, ни закона, ни жалости, только злоба людая и жажда мести душат меня. Я буду мстить каждому из них, каждому, пока они убьют меня самого. Я писал девушке такое, когда... Господи, Андрюх, то же самое, я пьяный каждый раз, это вот мои цитаты, блядь, там вот это... Ну, я говорю, в WhatsApp-е рассылается только так, каждое второе сообщение, мне кажется. Я знаю, что стал делать, я голосовое записываю и вот просто там пять контактов, кому отправить, блядь, вот это вот хуйня. А мне кажется, не так разговаривал Карандышев. А как? А как? Ну, я... Я буду мстить? Ну, почти, я всю книгу читал, что он такой, типа... Нет, у вас одна шайка, вы все там. Да, да, все там. Так, ну вот, у него случается приступ истерики, у Карандышева, где он пьяный, он идет за писаем, потому что эти суки нахуй отвели, блядь, за все, идет за пистолетом. И опять же, какая у них там ублюдская компания? Вот я помню... Уебаны полные, все до одного. Вот я помню деревенские пьянки, когда вот мелкие были, у вас в деревне. Кто бы за ножом не пошел, все время два-три человека с ним, которые, да блядь, он того не стоит, Андрю. Конечно. Ну ты сядешь, оно тебе надо, Андрю. Из-за пизды сядешь, Андрей. И пока он идет за ножом, обычно эти люди его чуть-чуть вдупляют. И какой бы он пьяный не был, максимум ты приходишь, они сидят там вчетвером. И он такой, ну люблю я ее. И все. Красота. И красота. Такого человека же нет тут. Вообще нет. Нету. Там все уебки. У нас ребята по 8-9 лет понимали, что раз их друг встал и пошел за ножом, надо его проводить. Не, не, не. Один говорит, да нахуй тебе эти друзья нужны вообще. А второй идет, ножи прячет все подальше. Вот и все. Переход Каландышева к пистолету, он вообще резкий. Там нет такого, что он стоит за стены, кулаком хреначит, я тебя бью. Слушай, а это люди старой закалки. Тогда вообще никто стены не хуярил. Тогда просто обидели, блядь. Там флер еще 18 века остается, мне кажется. Там вот так начиналось. Там типа сначала запретили убивать на дуэлях, потом запретили убивать еще и женщин. Немыслимо. Ну по тем временам немыслимо. Вообще времена не до чего-то были. И когда уже стало совсем некого бить, стали бить стены. Все правильно. Сука. Это тогда Макса Коржане было, в этом еще проблема. Да, так бы он затолкал его в тачку силы. Пианино бы сыграл, да. Но у цыгани, у цыгани нет грустных песен, чтобы грустить, когда она не пришла у тебя вообще. Там ты грустишь просто, там типа ай, нэ, 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 нэ. Бля, и от этого еще грустнее. Когда ты сидишь, она ушла и вот это ай, нанэ. И у тебя бы говорят она ушла. На самом деле не понять, как бы, по большому счету, если глобально рассуждать, то Лариса, она ведь тоже? Она плохая. Лариса плохая очень. Потому что Лариса, она унижает Карандышева очень сильно. Она прямо в лицо говорит, ты чмо. Он такой, я тебя люблю. Ты чмо. Я тебя люблю. Он как этот, я птичка говорю. Нет, она честная. Она вот единственная, с кем она нормально себя ведет, это с Карандышевым. То есть я не знал, это вы мне с Ирой сказали, что это происходит все в течение одного дня. Она вообще умница в этом плане. Она ему подошла и сказала, слушай, да ты хуила ебаный. Куда ты лезешь, блядь? Какие бабки? Как она там ему говорит? Быть под твоим покровительством самое большое унижение на свете. Ну это, блядь, прошло 6 часов. Понимаешь, это если бы она была с ним год, полгода и потом такая, когда она уже знаешь себя... И она не позволяла себе такого, пока он не начинает на нее выебываться. Да, и вести себя как мудак. По большому счету, она изначально все равно ходила там вежливо и улыбалась. Он на нее такой, блядь, не дом ваш, а табор их. Че ты вообще-то с кем-то разговариваешь? Да, а он лох. Но когда приезжает Паратов, у него меняется отношение к нему кардинально, потому что она Паратов вообще говорит, извинитесь перед Сергеем Сергеевичем, я вам приказываю, это не нормально, это это не расставление границ вообще. Как только надо расставить границы заранее, что ли? Она плохая. Не, она ему сразу говорит, давайте уедем, давайте уедем. Ну да, подальше нахуй съебаться от этого всего, конечно. А это был пиздеж, не было никакой дачи, поэтому и не поехали. Там не было никакой деревни. Да мы у всех так, ир. Так, действие четвертое. Не возвращается. Да, мы до этого момента не дошли, я просто мне, я вот с Лехой очень согласен по поводу того, что Лариса… Она баба не слишком взрослая, чтобы ее в чем-то обвинять. Вот она чисто стоит, вот такая двадцатилетняя тёлка, которая очень красивая. Девушка, Лёш. А? Девушка. Если бы была двадцатилетняя девушка, я бы сказал девушка. Спасибо. Барышня. Нет, ну вот нет, извините, я здесь как бы, может быть, специально как-то раз придаю именно такими словами. Ну потому что есть такой тип людей, которые как бы… Один из подтипов. Тут человека, я как раз выступаю за то, что в данной ситуации человека обвинять вообще не в чем, потому что если ты девочка, образованием которой особо никто не занимался… Она в лесы по грибам ягоды ходит. Книги с тобой никто не читал. Не читал. Опыты мировой литературы с тобой не присутствуют. Единственное, что ты заметила за всю жизнь, это то, что все мужики, которые вокруг тебя ходят, у них, блядь, слюни текут, и они просто… И вот так все ведут себя, когда ты появляешься. Естественно, и в какой-то момент там все нахуй дерутся, какие-то графы. У тебя приданного никакого. Им плевать вообще. Они все готовы. Так, так. И тут приходит этот чувак, с кем ты разговариваешь. Конечно, она стоит и смотрит на него, и просто такая, да ты кто так понял? Ты охуел. Да, 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 есть такой. Она говорит же… Сергею Сергеевичу Паратову говорит, что у Карандышева есть один неимоверный плюс, все минус один плюс. Он любит меня. То есть она и как бы хочет ему поверить этому Карандышеву на самом деле. Но из-за того, что если бы она была честной, она когда приехала… Он ее не любит. Он ее не любит. Он ее не любит, но ей кажется, что он-то ее любит. Он, по крайней мере, говорит ей это. Да, и говорит ей это. Она наивная, конечно, она верит всему. И приезжает этот Паратов Сергей Сергеевич, и она помогла бы спокойно сказать Карандышеву, я люблю этого Сергея Сергеевича и готова ждать его всю жизнь. Она же этого не говорит. Она врет, получается, Карандышеву. Ну, она… Давай так. Я вот, когда читал, смотрел, вот это все анализировал, у меня к Ларисе… Я такой, ну, ты ебанашка. Это ее первое отношение. Конечно, она ебанашка. Ну, как ей еще вести? Тут, блядь, этот Сергей Сергеевич, который… Барин! Ему за 30! За 30! Ты прикинь, ему за 30! И она в него влюблена. А тут Карандышев, который тоже какой-то чиновник, который, ну, разбирает… Он такой… Я люблю тебя! Ну, наверное, люблю… И она в ахуе! Она до этого собирала землянику, блядь, ходила по лесу, а все мужики хотели ее выебать. Она такая, блядь, я в душе не ему что делать. И там в конце вот то, что привело… Ну, конечно… Давайте скорее до конца дойдем. Там вообще прекрасная сцена, где она… Действие четвертое, самое главное. Все возвращаются. Андрюх, запиши это аудио. Самое главное… Нет, все возвращаются с Волги, этот… Карандышев сбегает с пистолетом, как одичалый вообще. Прикинь, он такой… Гарри Поттер, часть седьмая. Смертельная. Итак, Карандышев хватает пистолет и бежит на пристань искать, кого застрелить. Да. Ну нет, он же… А, нет, он идет мстить вообще непонятно кому. Он идет мстить, да, да, да. Абсолютно всем в его планах. Ну, бухой додик пошел пиздиться. Вот это как называется. Собственно, это логично, что так день закончился. Потому что они начали пить часов в десять утра. В конце кто-то умирает. Понятно, что кто-то кого-то потом застрелит или пырнет. Странно, чтобы поножовщина не началась. Блин, было бы прикольно, прикиньте, в конце пьесы, Карандышев просто бы заснул. Просто напился такой… Крапака дает просто и все. Ларис, тебя ебали? Так не достанься же ты никому. О, нет. Бля, проспал. Так это, короче, они же все приезжают… Все с ебались, да. Все приезжают обратно, этот с пистолетом бегает, где ты, где ты, моя любовь, душа. Все, и там идет интересный разговор Паратова и Ларисы, где Лариса говорит, что типа я жена ваша или нет, Паратова говорит типа… После чего? Я бы хотела его… Мы выпускаем момент, чтобы… Почитать паралям. Да, но… Прости, пожалуйста. Паратов выебал Ларису. Да. Этого в книге нет. Это между словами… Да нет, но это понятно… Паратов выебал Ларису, и Лариса такая… Я теперь твоя жена… Бля… Скорее всего, он ее обесчестил. Нет, он ее выебал… Почему обесчестил? Ну раньше же не было у него… Он же не всю ее семью выебал, он только ее. Так этого было достаточно. Раньше это так и считалось. А, что всю семью… Это теперь, чтобы обесчестить… Я просто думаю, какой же он пидорас, что он ради одного перепиха на корабле… Да, так заебался… Сломал женщине жизнь… А вот почему… Она могла выйти замуж… Да он ничего и не ломал… Он один день что-то… Он приехал, блядь, на яхт… Так он осознанно понимал, что он не собирается с ней замучивать… Он просто хотел ее чпехнуть… У него было хорошее настроение… Он хотел цыган и вечеринку… Послушай, у него там… Он приехал… Он говорит вообще, что у него мальчишник, блядь, условно… Он приехал… Он приехал… Он приехал… Послушай… Он приехал… Перед тем, как жениться на женщине… Он приехал потусоваться… И это… Прикинь… Это рамки… Это один день… Это один день у него проходит… И тут он видит вот эту вот… Невероятную Гузееву, которой 24 года… И он такой… Любишь меня? Она такая… Люблю… Ну… Кто бы устоял… Он не так… Он не любишь меня приехал… Не-не-не, ты что? Он приехал… Паратов, когда приехал… Он ей первое, что сказал… Ты шлюха… Замуж выходишь? Ну да, ты шлюха… Она ему говорит… Паратов… Сергей Сергеевич… Замуж выхожу… Заебалась нахуй… Ходит с подагрой, дед… Какой-то дурак, которого, блядь, в тюрьму забирают… Но тебя люблю… Пиздец… Ну вот этот Карандышев, конечно… Он вроде нормальный… И он такой… А, любишь меня? Понял? Он… Он… Вот это вот услышал, что типа… Любишь меня… И ему этого достаточно… Ему этого достаточно для чего? Чтобы выебать ее? Не-не-не, чтобы чувствовать… Он нарцисс… Паратов… Он просто… Ему важно быть самым пиздатым… Вот этот… Кнуров… Он ее чпохнул, чтобы самоутвердиться перед свадьей… Я считаю, что как бы… От него нельзя было ждать другого… Что… Он как будто изначально чувак… Который ездит и чпокает… Все, что разрешает себя чпокнуть… Пароход, например… Ну… Там есть такой… Пароход хотя бы молчит, когда спрашиваешь его можно ли тебя чпокнуть… А… Лариса, блядь… Очень рада таким предложением… Ну… Серьезно… Вот вы… Подумайте… Он… С ней мутил… Он уехал… Он бросил ее ни с чем… Она ходит, чтобы пожрать… Она встречается с какими-то мужиками… И сватывается, чтобы у нее было… Надо вообще что есть… Ну вот это, кстати, не изменило… Женщины в Тиндере до сих пор сидят… Чисто похавать сходить… Блядь… Ну теперь просто и мужчины тоже там же… Вместе с ними… Воспользовался ею… Плохой человек он… Он манипулятор… Он… Он обычный мудак… Если не было бы Паратова… Ее бы выебал какой-нибудь другой дебил… Такой же мудак… Конкретная проблема здесь, мне кажется, именно в ней… Потому что… А… У нее, к сожалению, нет образования… Она не умеет различать пидорасов… Да нет… Да при чем тут образование пидорасов… Да, вот… Вот это вот важно… У нее образование похуй… У нее нет опыта… Если тебя можно обеспечь… Вот как можно вообще… Если ты в такой ситуации находится… Как можно сначала было ему дать… А потом… Спросить не собирается ли он с тебя выходить… Нормально… Подожди, стой… Давай… Я согласен с Ирой… Девчонки похлопайте… У кого… Нет, это сейчас… Первый парень мудак… Я первый нормальный был… А у остальных не было еще первого, понимаешь? И то, что сюда пришло четыре твоих бывших… Пошли нахуй… Я просто близко не знаю… Не хотел этого… Нет, конечно, Ларисе сложно… Потому что в жизни она различает только где… Клубника, голубика, грибы… Вот… Мужиков она не умеет различать… Конечно, сложно… Так есть куча наркоманов… Которые с этими знаниями выжили нормально… Их никто не выебал на корабле… Ну, я утриру… Я просто говорю про то, что… А если… Как будто с Паратовым у любого бы человека были проблемы… Она действительно очень плохо… Она вообще не подвергает анализу никакому… Когда… Сегодня праздник, который устроил в твою честь… Чувак, который на тебе женится… Да… Он весь день там срется с другими чуваками, которые хотят… Тут приехал твой бывший хахаль, который сейчас там где-то женится… Он не срется… Он выебывается перед ними… Он не срется… Он просто… Он даже в том моменте, где они сидят в огороде… В огороде… В доме у него… Это в фильме «В огороде» они сидели… Не надо… Я экранизацию смотрел… Извините, пожалуйста… Я говорю, что из-за того, что она выходила за Карандышева… Карандышева все еще больше начали троллить… Он внимание к себе привлек… На Дим же издеваться начали… Ну потому что они завидуют… Они его из-за этого заебывают… Типа… О, ты лох… Что происходит сегодня на празднике, на котором ты… И ты в этот момент трахаешься в подсобке… Я? Да… Да, Дим… Ну серьезно… Ты понимаешь, в чем я говорю? Не, я просто… Лариса, говори… Ты меня начал говорить в какой-то моменте… Я мужа своего, если уж не любить, то хоть уважать должна… А я как могу уважать человека, который равнодушно сносит на смешки всевозможные оскорбления… Это дело кончено, и он для меня не существует… У меня один жених – это вы… К чему я это вел? Давай… Потому что… Вот я не знаю, из-за кого вы там… Все плохие для меня… И Карандышев, и естественно Лариса, и Паратов, и эти два мужчины… Каждый по-своему виноват… Все они кто? Они абьюзеры, на самом деле… Они не расстреляют вообще никакие границы… Им всем нужен психотерапевт по-хорошему, вот каждому из них… Если бы они сходили, пьесы, конечно, бы не было, да, но все остальное… Вот, поэтому… То, что он с ней переспал, на самом деле, хорошо, правильно, так ей надо… Простите… Я думаю, он с ней не спал вообще… Ну, хоть потрахалась… Я тоже… Не-не-не, они ебались точно… А почему они ебались? Потому что в экранизации была ебля… Да нет, потому что в экранизации… Просто Рязана добавила все… Здесь тоже понятно, что они сидят… Ну, понятно, понятно, да… Да нет, она говорит… Жень, ее ебали! Жень! Пусть он… Пусть Жене скажет! Не перебивайте! А… Ну, я теперь не очень хочу… Ну, мне кажется… Ну, просто все… Он по-раду ей говорит, что вы нам доставили удовольствие своим присутствием… Я думаю, это достаточно унижение было для нее… Что, групповуха, что ли, была? Я думаю, она танцевала перед ними, развлекала их… И, ну, это уже было достаточно унизительно для нее, чтобы потом покончить с собой… Да, он же там говорит, что, типа, вы не можете находиться в обществе… Мужчин, потому что… Хорошая дама из такого светского общества… Вы должны уходить домой… Типа, вы в трактире, среди всех сидите… Что о вас подумают другие люди? Это кто говорил? Это Паратов Паратов… Он отправлял домой… Ну, это вот, действительно… Это газлайтинг… Да… Но, без шуток, это так оно и есть… Типа, он ее привез сюда… И он такой… «А ты сюда приехала… Ты нормально вообще? Ты не должна тут быть! Ты шлюха!» И она такая… «Я шлюха? Мне надо выкинуться с обрыва, блять!» Вот и все… Паратов уебок! Я думаю, для Паратова единственный сложный момент был во всей истории… Когда на утро… Он говорит, ну все, тебе пора ехать домой… Она говорит, я никуда не поеду… Я бы хотела по ролям этот момент почитать… Почитай, Женя… Что он это говорит? Потому что… Потому что он ее выебал… Не-не-не… Потому что все… Троллинг закончился уже… Они подъебали Карандашева… А, ты думаешь, он вот этот мальчик на пост-иронии… Но он и был на пост-ироне… Жень, очнись… Он выебал Ларису… Лариса бы не стала… Более того, у меня есть версия, что… Лариса… Прости, пожалуйста… Потом, когда она была убитой, она говорит, благодарю… Возможно, был настолько хуёвый секс, что она такая… Спасибо, блять… Я… Не буду жить… Ларису выебали, Женя… Лариса бы так не поступила… Она не… Она… Она любила Паратова все это время… Она любила его год, пока его не было… Она… Она ему там говорит… Он ей говорит потом, что типа… У меня нихуя нет… Она такая… Не, ну тогда… Дима, Дима, Дима… Если люди любят друг друга, они не спят, мне кажется… Что? В любви нет секса, нет? Все правильно… В истинной любви… А ты сейчас встречаешься с кем-то? Да… Ну, мы… Вот… Хожу вот, добиваюсь ее… Я жду, пока все отойдут от нее, мужики… Вот… Да нет, просто мне кажется… Мне кажется, что она с ним не спала… Для нее уже было унижение то, что она сама в этом обществе просто… Она ебалась с ним… Ребята, очнитесь… Ладно, самое прикольное… Ее забрали на корабль… Она от… Уехала от… Карандышева… Она… И… Они потом сидят… И он весь такой дрожащий… Напоминаю, все в говно… Все в гов… Да еб… Она сосала у него, ребята… Я вам говорил… Ужасно… Там в конце же прикольно, что… Когда она с Паратовым поговорила… Призналась ему в своих чувствах… Он же как мудак… Признается в том, что он обручен… У него есть жена… Говорит… Уходи, уходи, уходи… Она в плач… Ну вот… Хотела бы я это зачитать… Я хочу, чтобы ты это с Женей прочитала… Прочитала… Женя… Явление седьмое… Последнее действие… Явление семь… Давайте я за Ларису… Давай… А я Паратов… Паратов говорит… Нет… А всякие другие цепи… Не помеха… Извините… Я переделаю сейчас Ларису… Лех, пожалуйста… Она сочная… И вообще невероятная… Дим… А ты уверен, что справишься? Я могу сделать сочную Ларису… Давай попробуем… Не смотрите друг другу в глаза долго… Ты ее уже не разведешь… Ты всегда будешь видеть сочную Ларису… Если это Гузееву перекроют… Лех, я буду рад… А всякие другие цепи… А всякие другие цепи… Не помеха… Будем носить их вместе… Я разделяю с вами эту ношу… Большую половину тяжести я возьму на себя… Я обручен… Ох… Как больно… Ир… Это вся моя реплика… Вот золотые цепи, которыми я скован на всю… Показывает обручальное кольцо… Жизнь… Что же вы молчали? Безбожно… Безбожно… Разве я в состоянии был помнить что-нибудь? Я видел вас… И ничего более для меня не существовало… И вот этот интересный момент… Здесь показано, как Лариса сходит с ума… Поглядите на меня… Паратов смотрит на нее… В глазах… Как небо светло… Истерически смеется… Пойдите от меня… Довольно… Я уж сама о себе подумаю… Опирает руку на голову… Не искушай меня без нужды… Возвратом нежности твоей… А это там есть или Андрюха просто… Просто… Вовремя почувствовал, когда нужен саундтрак… Так… И вот восьмое явление… Оно клевое… Это единственное… Где движуха есть… А я бы… Ну, отрывок небольшой, мне кажется, забавный… Что… Единственный момент, когда Паратов почувствовал… Вот напряг… Когда он говорит… Что такое? Что значит совсем не является? Куда деться вам? И Лариса ему отвечает… Для несчастных людей много просторов в Божьем мире… Вот сад… Вот Волга… Здесь на каждом сучке удавиться можно… На Волге… Выбирай любое место… То есть я представил… Когда ты утром говоришь… Ну все… Давайте… По домам… И она говорит… Я не поеду домой… Вот здесь пруд… Пруд мне нравится… Я такой… Ёп твою мать… Кого я привел сегодня? И даже ее там убьют… Все… Она с Паратовым поговорила… Она расстроилась… И до этого… Господа… Кнуров и Вожеватов решили… На самом… Они же ее разыграли на монетку… Да… Бля… Кнуров еще и ее… Кнуров – это старый дед… А Вожеватов – более молодой дед… А Вожеватов – ее друг с детства… Да… Бля… Просто уебок… Да… Они разыграли ее на монетку… И она к Вожеватову, к своему другу… Говорит… Помоги мне… Спаси меня… Он говорит… Отвали… Я дело купеческое… Не придаю… Она к Нурову… Кнуров ей говорит… поехали со мной в париж на выставку брену это очень крутой момент где она стоит ее оттрахал только что чувак которого она любила и ну же ну так и и вы были там еще чуть более напряженная атмосфера там все это происходит в акапелла тому что по улице уже ходят цыгане нет да с пистолетом этот господи ищет кого застрелить карандышев уже ходит с пистолетом да там же типа заканчивается то что паратов говорит робинзону типа отвезешь ее сейчас туда очень классный момент где она стоит ей овладели только что я владел паратов который сказал что у него есть жена и он обручен и у него там руки дрожат и все на свете и она подходит к выжиматому и говорит можешь меня пожалеть просто и вот она очень важная штука где ты просто уже так ну ты так обосрался блять сподлима и ты просто ничего не требую только прошу пожалеть мне хоть поплачь вместе со мной да это друг ее детства и он все равно он ебать какой сексист невероятный он такой бля я дал слово я дал слово и они ее разыграли на монетку никто ее повезет в париж а кто ее будет ебать в париже давайте все называть своими именами блять это так работает но ты чё ты думаешь слушай если я повез женщину давай так если бы я повез мужчину в париж и он бы не предложил как минимум сам ну я бы возмутился они разыгрывали ее именно кто будет следующим ее любовником и так далее и это и друг ее детства что еще надламливает ей психи я с тобой ее ебали женя ебали я верю что в париже можно жить по любви на самом деле ни с кем не спать а я зачитаю чтобы же они точно поверил что в париже хотели ее выбрать так кнуров подходит к ларисе говорит лариса дмитриевна выслушайте меня и не обижайтесь у меня и в помышлении нет вас обидеть я только желаю вам добра и счастья чего вы вполне заслуживаете не угодно ли вам ехать со мной в париж на выставку лариса отрицательно качает головой и полное обеспечение на всю жизнь лариса молчит за еблю где тут написано тогда не бойтесь осуждение не будет есть границы за которые осуждение не переходит я могу предложить вам такое громадное содержание что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать и разъянуть рты от удивления но ты просто уже должна быть и разъянуть рот от удивления его планах то есть я не спорю здесь такой уже момент я действительно обидно потому что причем не просто повезти в париж и там подчпокивать а будучи женатым это делать любовницей на содержание да последует интересный момент лариса одна этот монолог и о том что она хочет что и делать прыгать не прыгать убиваться не убиваться такой вот захватывающий приходит карандашев уже разговорка карандашева и ларисы о том что он что вы наделали где он сообщает ей все что произошло что они тебе разыграли у тут карандашева полнейшая биполярка потому что говорит это уже мое дело прощу я ее или нет но защитниками и я обязан явиться просто чувак уже не определился честно говоря мне кажется он да когда роль играет да у нее и братьев не сестер не близких только я один а матери как будто нету вообще у нее да только я обязан ступиться за нее и наказать ее оскорбителей и здесь у ларисы происходит принятие себя где она начинает говорить что я вещь и если я вещь что очень дорогая да и она ему говорит ты не должен владеть мной ты вообще ничтожество ты жалкий и у него начинается вот это где бля вот это очень я видел таких парней которые знаешь приходят и она же ему говорит но он же знает что я ебали в отличие от женька а я хочу женька ни разу не ебали почему-то верит что ее не ебали у меня пруфы появились да давай давай ну то что она умерла девственница это рад очень когда вот внутренний диалог у него кончать собой не кончать она такая блин не получается у меня покончить собой просто решимости не имею какая жалко несчастная как бы теперь меня убил кто-нибудь как хорошо умереть пока еще упрекнуть себя не в чем она подожди стоп нет джей она любит нет 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 прекратите а секс не преступление ты охуел то есть женщину и она должна была себя упрекать в том что у потрахалась парадом ты вот так не это по православию это православное она не православная она про и стой дим дим ты вообще не о том сейчас думаешь женя смотри так еще какие-то и тебе тоже упрекнуть себя не это нормально конечно лучше было бы не сковали ну зачем это лишь было хорошо хорошо я думаю тогда ее просто если она девственница я думаю что и аппаратов ну грубо скажу воспользовался всеми абсолютно всеми остальными и вот ебали же и не только на ой нет вот это я не буду произносить но скорее всего у них было соити не было с этим вот она когда думает ты живет покончить что ли с собой и думать что же меня здесь удерживает и в моменте вздрогнув разврат же ох нет же не анденею это не разврат она парантова любила весь год и он вернулся она его ну разврат это если там еще и цыгане присоединяются медведь пришел она любила его ты не должен ее осуждать я не осуждаю за что мне ее осуждать если она ни с кем не спала нет смотрите мне кажется она ни с кем не спала потому что она говорит ах как дурно как кружится голова девушки у которых болит голова ни с кем не спят мне кажется да просто шампанское она шампанское член естественно жень да все нормально она любила парада она православный человек а надо жениться что она была уверена что паратов будет ее мужем он ее забрал она была уверена что карандышев будет ее мужем нет нет потом был диалог в котором он ее убедил в том что души в ней не чает да и он ее позвал на волгу когда ты моя покровительница он говорил я потеряла это место она бы венчалась вначале она любила его невероятно он приехал на год его ждала но тогда она хватит а чтобы было средний у них был петинг просто чтобы не туда и не туда у них до окончания аппаратова проникновение было да есть прикольный момент когда в конце они карандышев и лариса друг другом друг с другом говорят и уже карандышева последние аргументы и фразы я люблю тебя это точно не любовь тоже когда тебя сказали иди в жопу знаете бы при прямо удержать да да просто я люблю тебя а он на самом деле ее не любит и все и по сути дела она говорит я же не нашла любит я не нашла любви так буду искать золото она этот индиана джонс я вашей быть не могу да о не раскаетесь вы должны быть моей чей нибудь но не важно не моей никогда так не доставайся же ты никому прикиньте отсюда эта фраза я не знал вы знали смотрите какие люди в 18 веке в 19 были воспитаны смотрите так не доставайся же ты никому стреляет в ее из пистолета лариса ах благодарю вас вот это вот сейчас понимаете когда сейчас говорят что все проебали про это говорят убьешь человека он тебе благодарю и умер благодарю вас сударь было бы вообще классно и он такой смотрите убил что я что я а безумный милый мой какое благодеяние вы для меня сделали пистолет сюда сюда на стол это я сама сама ой как будто бы не стремится поменьше немножко вот это мне нравится очень как она когда умирает как бабы себя ведет нет она нагретает продолжает нагретать она умерла уже вот все на лариса постепенно слабеющим голосом вот так вот если это вижу вот типа велите замолчать велите замолчать это про цыган кричат которые поют и лариса такая нет незачем пусть веселятся кому весело я не хочу мешать никому тут везде троеточие что живите живите все вам надо жить а мне надо умереть я ни на кого не жалую ни на кого не обижаюсь вы все хорошие люди я вас всех всех люблю плюс но она же она же я понимаю твой сарказм и иронию по поводу этого это потому что выстрелили феназепама в нее она но ей я думаю 20 с небольшим и я думаю девочки в этом возрасте которые в первых отношениях где она любит где она влюблена но я думаю я бы также умирал я был 20 также умирал я бы всем говорил как всех люблю и и вы бы также умирали или алёха еще бы сильнее он бы еще про кузьминки рассказал ну правда другой концовки у нее не могло быть потому что ее испортила матью испортила общество должна реально было умереть там все плохие как по мне нету ни одного положительный перевед персонажа кроме ивана ильи еще илья цыган который гитару настраивать вообще на самом деле концовка немного двухзначная потому что в книге она в этой версии она потом берет пистолет в свою руку якобы это она сама себя застрелила она в книге говорит но в экранизации все продолжают думать что все видят что это делает каранышев то есть в книге она еще и вдвойне ебанутая не она не ебанутая она просто кто-то был виноват когда виноваты все да нет она просто рада что с ней это произошло это ее первая любовь я еще раз говорю это первая любовь и она в ужасе от того что она не сможет быть со своей первой любовью всю жизнь но как мой жизненный опыт подсказывает так все женщины не ведут знаешь как умерла рыбы реальная женщина вот она умирает и последние слова ребят раз уж меня убили передайте пожалуйста парад вам уже не аппаратова что мы ебались вот как бы закончил лёша это ты взрослый уже ты взрослыми женщинами до твоей семьи у тебя был опыт исключить за взрослыми до ксюхи а если 20 45 у меня да нет ты понимаешь про что я все равно ну она бля ты прикинь это 18-летние 20 лет давай 19 лет возьмем и 19 лет ее кидают вот к этим 30-летним мужикам у которых есть проблемы с башкой карандаш в котором всю жизнь пиздили унижали паратов который всю жизнь такой стреляю меня мне похуй я пара барин и она тут такая прикольный и твой прикольный и ты меня а что а мы будем с тобой вместе он говорит нет мы не будем чтобы не такая ну я пойду ёбну себя от выживатов выживаты выживат выживаты подойди ко мне пожалуйста что ты меня в монетку проебал он не убейте меня кто-нибудь Просто не было Димы Ковалью в этой песне, так бы она его выбрала. Она бы ебнула себя в первом явлении, если бы Дима Коваль был. Если Коваль прав, и они действительно трахались, то я понимаю, в чем замес. То есть это действительно 18 век, там действительно женщина наверняка психологически себя может довести из-за того, что она... Да даже в 21 веке Леша... Да, она доверилась, тут это важно, что она доверилась. Человек состоит из того, какие знания в него вложили. Если тебе вложили то, что девственность это самое важное, что есть, то, конечно, ты так и будешь думать. Это логично. И тогда, все логично, тогда здесь, конечно, Лариса жертва. Но если прав женек, и они не ебались... Сто процентов. То правильно они сделали, что ебнули Ларису. Конечно. Без нее будет намного легче жить там на Волге. Они все плохие, она должна была умереть, чтобы им тоже было плохо. Слушай, но они еще как будто бы все, вот эти персонажи, они не могли принять красоту. Она была чем-то прекрасным в этом всем, и никто из них не мог это принять. Ой, смотрите, тема близкая к Овалю. Не могли принять красоту ее? Да, да. Они хотели ее куда-то убрать, чтобы кто-то с этим побыстрее разобрался. Все время... Ну, они ее даже в Париж хотят увезти. И Выживатов и Кнутов, 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 они ссут всю книгу, всю пьесу, подойти к ней. Они хотят, чтобы кто-то ее... Приходовал? Расчехлил. Прикиньте, как всем пришлось нажраться, чтобы к такой красивой бабе в итоге подкатить. То есть они пили сутки, чтобы потом подойти и сказать, малышка, в Париж? Да-да-да, Кнутов и Выживатов вообще уебаны. Там ноль хороших... Ларису жалко, пиздец. Люди умирают, другие живут. На самом деле, это... Это как будто бы вся литература девятнадцатого века. Хорошая книга, чтобы... Для того, чтобы понять, как вообще не нужно общаться в отношениях. Не парням с девушками, девушкам с парнями. Это прямо... Вот прям всем читать... Во-первых, выкинуть мать из этой схемы. Вообще, сепарация от матери должна происходить очень быстро, да. Да, независимый заработок должен быть у девушки. Да-да-да, а не только ягоды, малинки и грибочки, что-то такое. И вообще нельзя к женщине как к вещи относиться. Что это такое, блядь? Я понимаю, что вот для того времени это было типа... Что? Женщина не вещь? Ты что, ебанутый? Эта книга должна лежать в каждой полке в отеле в Дубае. Вот, в каждой полке. Знаете, открываешь, когда бывает в отелях, а там какая-то Библия, например. Мормонская. Да, мормонская. Все, а вот бесприданница такая, ой, а что это такое? Типа бегает, занимается своими эскортными делами, все читает и потом исправляется. Лучше становится. Как вы думаете, какое самое главное высказание в этой книге? Ну, то есть в любой пьесе, когда они пишутся, есть какое-то высказание? По цитатам пойдем. В плане типа вот, допустим, в Ромео и Джилетт, там любовь побеждает смерть. Да, вот типа такого. Какое здесь высказывание? В чем посыл самый главный? Так это... Женщинам нужно ценить себя, в первую очередь. Понимать, что ты не вещь, что ты не игрушка. А также Островский нам напоминает, что если ты начинаешь бухать в 11 часов утра, то к вечеру, если есть какое-то огнестрельное оружие, скорее всего, кто-то его схватит. Кого-то убьют. Самого красивого убьют. Да, центральная мысль, наверное, такая. Плохая идея собирать много... Плохая идея собираться компанией пять холостых мужиков с деньгами, одна баба без мужа, куча бухла, пистолетов. И еще и цыгане. И цыгане. Да, и цыгане. Надо провести так вечер. Слушайте, у меня вопрос к вам, правда. Я понимаю, должны были закончить быстро. Мне интересно, как вы считаете, вот это вообще произведение, эта пьеса, она сейчас вообще актуальна? Ее дают читать в 10 классе сейчас. Я подготовился. Ее дают читать в 10 классе. Я сразу быстро скажу. Мне кажется, она себя изжила по поводу того общества, потому что это прям долго, тяжело нужно анализировать. Мне интересно, что вы думаете. Супер актуально. Супер в тело. Залетело мне вообще отлично. Мне смешно, там смешно. Смешно читать, прикольно, есть приколы. Тут очень круто расписывание. Да нет, я согласен с Женеком. Женек, когда говорит, иногда такое ощущение, что он говорит с иронией. Но на самом деле нет, Женек искренне говорит. Я тоже согласен, что она не потеряла актуальность. Здесь, конечно, все эти па, идиотизм. Но вот это вот, если уж серьезно говорить, то вот эта вот мысль центральная, может, действительно. Мне кажется, как раз тот возраст, 14-15 лет, когда девочка может... Я говорю именно про девочек. Про мальчикам как бы... Мальчик все равно ничего у нее научится в книгах. Да, типа девочка, у нее есть красивый парень в школе, есть лох, который за ней ухаживает. И она только что стала красивой. Она только что стала красивой, и она первый раз к себе почувствует вот это отношение, когда к ней все начинают хорошо относиться. Потому что для того, чтобы к тебе относились хорошо люди, с которыми ты знаком, для этого нужно быть хорошим человеком. А если к тебе, блядь, все хорошо относятся, то нужно понять, в чем подвох, конечно. Получается, мысль нужно уметь правильно выбирать. Ир. Ир, скажи, делай выводы, Ир. Ты же, ты просто... Я почему выбрала это произведение? Я вообще по-другому на него сейчас посмотрела. Я тогда в школе его прочитав не осознавала, насколько оно большой глубины, и насколько можно долго анализировать эти персонажи, и насколько действительно это все драматично. Просто думала, нахуй оно в школьной программе. Я понимаю тебя. А оказывается, прям надо. И перечитать в взрослом сознательном возрасте. Мораль про алкоголь я уже озвучила. А можно еще вывод сказать? Да. Я подумал, что мысль основная, что если ты играешь уже... Ну, в итоге она играет по правилам матери, ищет какого-то успешного. Короче, если ты не выйдешь чистым из этой воды уже, хоть она была чистым, она старалась все делать по совести, но учитывая, что она все равно поддерживала мать, играла там, общалась с теми людьми, с теми, развела цыганщину, уже нельзя было выпутаться из этой истории. Короче, если вы допустили грех... Отвечайте за него. Знаешь, как будто бы просто, если ты играешь по правилам матери, то мать явно лучше играет по этим правилам. Если ты соглашаешься на эту дорогу, надо было тогда просто делать, как говорит мать, и не лезть туда. А если ты пошла в любовь свою, тогда уж вообще не возвращайся к этому плану. Конечно. Да, но и бабки, получается, здесь победили любовь. Бабки? Ну, нет. Я считаю, что вообще цыгане победили, потому что с ними все нормально в итоге, они продолжают петь, веселиться. Давайте одну цитату случайную. Мы люди бедные, нам унижаться-то всю жизнь, так уж лучше унижаться с молоду, чтобы потом пожить по-человечески. У меня выписано, Лех, у меня выписано. Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никогда никто не старался заглянуть ко мне в душу. Ни от кого я не видела сочувствия, не смыхала теплого сердечного слова. А ведь так жить холодно. Я не виновата. Я искала любви и не нашла. Ее нет на свете. Нечего ее искать. Держись, Димон. Вот, у меня ее моя любимая... Как раз тему. Как мужик русский, мало радости, чтоб я, надо поломаться, чтоб все видели, поломается, поколотит его раза два. Ну и он доволен и идет спать. Про русскую душу. Вот про русскую душу я нашла. Гаврила, ты этому барину больше одной рюмки не давай. От стата. По русской пословице «На грех и с палки выстрелишь». Просто так. «На грех и с палки выстрелишь». Ну да. Я, кстати, офигел, что у нас... Или вот это вот, что если на стене висит ружье, оно возьмет да и выстрелит. Да. Я говорю. Да, просто, слушайте, ну что, короче, книгу читаем, да? Мне понравилось, честно говоря. Я вот пока с вами не обсуждал, мне казалось хуя ебаной, а дочитал и вот, честно, почитайте, эмпатия сильно... Ненавидишь всех этих пидорасов, поэтому почитайте. И себя начинаешь любить, да, Дима? Читать всем обязательно. Это был книжный клуб, спасибо всем огромное, что собрались. Читайте «Беспреданницу» Островского и смотрите экранизацию, ведь там есть доказательства, что она таки чпохнулась. Спасибо большое. Спасибо, господа. Спасибо.